Студент Самарского многопрофильного колледжа Даниил Ермондаев с первых дней акции «Мы вместе» помогает медикам. Работает по вечерам в регистратуре, ищет карточки пациентов, сортирует анализы, оформляет документы. Только с пациентами напрямую не контактирует. Благодаря волонтерам удалось разгрузить сотрудников поликлиники в регистратуре. Кто-то отвечает на звонки, кто-то записывает в базы новых пациентов, или наоборот, разговаривает с пациентами, которые пришли. Их очень много. У нас три смены. Первая с утра, вторая в обед и третья у нас вечером. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой помощи волонтеров в медицинских учреждениях крайне важна для врачей, отмечают в шестой городской поликлинике. Коронавирус нас всех заставил жить и работать в особенных условиях. Ряд поликлиник были перепрофилированы в ковид-госпиталях. У нас в первичном звене тоже произошли некоторые изменения. Приостановили диспансеризацию, профосмотры, приостановили плановую госпитализацию в дневные стационары. И все наши освободившиеся специалисты заняли вновь созданные рабочие места там, где нужна первая помощь нашим пациентам. Это и дополнительные выездные бригады, это и отделение для температурящих пациентов. Есть много такой работы, которую можно возложить на волонтеров, на студентов. В Самаре сегодня 54 волонтера работают в 10 медицинских организациях. Из 188 студентов-медиков находятся на практике в 16 больницах. Всего в регионе помощь врачам оказывают более 600 добровольцев. Наши ожидания оправдались, но в принципе, если кто-то еще хочет и может прийти, мы будем только за. То есть, как бы волонтеры, чтобы не каждый день ходили, а все-таки у них был какой-то отдых. Чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в ресурсный центр добровольчества Самарской области. А для тех, кому требуется помощь, работает горячая линия. Позвонить можно по телефону, указанному на экране. Светлана Кудрявцева, События.